Отдельно можно посмаковать и то, как наказали настоящего преступника. Вот это, пожалуй, одна из самых классных, самых мощных, самых сочных составляющих романа. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Тем более, сегодня такой прекрасный и очень редкий на моем канале повод. Сегодня я буду хвалить одну из недавно прочитанных мною книг, и будет это роман Микаэля Ниеми «Сварить медведя». Если говорить о жанре этого романа, то эту книгу, эту историю однозначно можно отнести в первую очередь к историческому роману с вкраплением в него элементов нуара и легкого детектива. Главный герой здесь – реальная историческая личность Ларс Левели Стадиус. Кстати, в книге его еще зовут Ласса. Не знаю, с чем это связано и что именно включает вот это короткое сокращенное имя из его полного имени. Но да ладно. Так вот, Ларс Леви, шведский проповедник, рьяный борец с пьянством, сторонник живой веры и признанный ботаник, в реальной жизни как историческая личность, благодаря Микаэлю Ниеми, получает вторую жизнь на страницах романа, где мы видим его абсолютно с теми же увлечениями и принципами в лице одного из главных героев этой истории. На пару со своим учеником Юси, от чьего лица идет повествование большей части этого романа, настоятелю местного прихода, коим и является Ларс Леви, придется самостоятельно расследовать череду жестоких преступлений. Все дело в том, что сначала пропадает молоденькая девушка-служанка, которая в лесу пасла коров, но не вернулась домой. Спустя некоторое время ее находят мертвой. Местный следователь все сваливает на медведя-людоеда, но пастор уверен, что кто-то искусно заметает следы, дабы все свалить на животное. И вот тут я очень сильно удивилась, что сразу на первых страницах книги мы узнаем, почему роману дано такое название. Буквально. На этом заканчивается первая и самая скучная глава всей этой истории. Медведь-людоед пойман, да не один, но преступления не прекращаются. Представители власти по-прежнему все спихивают на дело-случай, а Ларс Леви и Юси кропотливо собирают улики. И вот это, пожалуй, одна из самых классных, самых мощных, самых сочных составляющих романа. То, как человек умеет подмечать мельчайшие детали вокруг, как мастерски он умеет читать природу, как просто, применяя свои знания, он может говорить с окружающим миром без единого слова. Все это создает невероятную атмосферу и погружение в историю. И через эти детальки, которые круто сочетаются с описаниями природы и погоды, через крутые сравнения природы и природных явлений с, казалось бы, вообще несравнимыми вещами и событиями, тебе передается такая мощная любовь к этому месту. Ты так просто проектируешь декорации всей этой истории своим воображением, так четко представляешь себе всех персонажей книги, что даже мне, любителю быстрого развития событий, этот неторопливый ход повествования в данном конкретном случае совсем не мешал. Более того, все эти детали, отсылки, флешбеки еще больше, еще глубже погружают себя в происходящее. И это здорово. Что еще понравилось мне в этой истории? Расследование, которое в общем и целом построено по всем известному сценарию классических детективов. И в первую очередь это, конечно же, касается Шерлока Холмса и доктора Ватсона, проекциями которых в «Сварите медведя» стали Ларс Леви и Юси, соответственно. И да, еще этот туповатый представитель власти и полицейский из Скотланд-Ярда. Так вот, расследование получилось интересным и увлекательным. И это при том, что в то время, а это 1850-е годы, не было даже такого понятия, как отпечатки пальцев. Что уж говорить о всех новомодных приспособлениях и приемах, о которых мы знаем сейчас. Только ум, смекалка и наблюдательность смогли помочь в том или ином деле, в том или ином расследовании. Учитывая, что в данной истории распутывает клубок преступлений человек, не связанный с законом, человек, у которого нет опыта в таких вопросах, ошибок ему, конечно же, не избежать. Это важно. И автор не упускает этот момент из своего поля зрения. Ошибки и промахи здесь есть. Но, опять же, они так гармонично и грамотно вписываются в картину происходящего, что нисколько ее не портят, а наоборот, добавляют правдоподобности. Отдельно можно посмаковать и то, как наказали настоящего преступника, хотя, на мой взгляд, легко отделался, но вполне неожиданно и оригинально. И уж коли мы имеем дело с представителями религии, я не могу не сказать, что здесь очень хорошо, очень круто прописана тема принятия себя, тема становления и развития своего «я» и тема выбора. Все эти темы очень интересно раскрываются в каждом отдельном персонаже и в каждом персонаже по-своему. И если отвлечься от детективной составляющей истории, получится хорошая, нравственная, воспитательная история, которая наглядно показывает и развитие духовной личности, с одной стороны, и ее деградацию со всеми вытекающими последствиями, с другой. И, конечно же, эмоции. Мне очень понравилось, что автор сумел вывести меня на эмоции. Пусть всего и несколькими коротенькими моментами. Но не еме это удалось, за что история получила отдельный плюсик. Конечно, это не все, что можно вытянуть из романа «Сварить медведя», потому что тут затрагивается еще несколько исторических важных событий, напрямую связанных с религией и верой, которые очень сильно повлияли на принятие христианства в Северной Швеции. И если вы хотите немного глубже раскрыть для себя этот роман именно с этой стороны, то обязательно обратите внимание на такое историческое событие, которое получило название «Пробуждение». И еще на те события, которые привели к решению заменить одну ежедневную проповедь двумя. Ну и, конечно же, обращайте пристальное внимание на мысли и поступки Ларса Леви в общем. Ну и, конечно, наслаждайтесь девственно чистой природой. На этой позитивной ноте хочу закончить свой коротенький обзор по роману «Сварить медведя». Если вы уже читали этот роман, то обязательно пишите в комментариях, понравился он вам или нет. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!